Станислав Львовский, его микрофон. Я однажды увидел абсолютно самодельный клип девушек. Всем им было двух, двух, трех, и кажется, там еще был мальчик, и всем им было лет по 14 или по 15, наверное. И же они, бог знает где, песенка называлась «В стрёмных тёлках море позитива». Произвела она на меня такое сильное впечатление, некоторым образом, что я написал про эту песенку стихотворение. Оно называется «Чтение полемпсест». Понятно, что это не попытка прочитать, что на самом деле эти девушки в этой песенке пытались сказать. Нет, ничего такого не пытались сказать. Попытка прочитать текст, который для меня проступает из-под текста этой песенки. «В стрёмных тёлках море позитива. Море, чьи немые вершины шумят, Чей тёмный стрельчатый лес Строится, рушится, восстаёт, опадает. Со стрёмной тёлкой, конечно, стрёмно Её не познакомить с твоими друзьями. Обнимемся, друзья, на пороге невиданного Разрушения мира, у дверей неизвестности Перед тем, как перейти Линию Можино, Перешагнуть высокий порог Фельдмаршала М. Девушки в столице всегда прекрасны, Рядом с ними такие же мужчины. А девушки гуляют по набережной, за ручку, На них белые короткие платья. И если случайно они разнимают руки, То немедленно исчезают без хлопка или дыма, А мальчики провожают их в пустоту Недоумёнными взглядами. С трёмным тёлкам живётся плохо, Внутренний мир у них крайне тесен. Не протянуть руки кому другому, Не потянуться, не расправить Лежалое простое тело Тем, кто свернулся и лежит Внутри своей сердечной клетки На набережную не выйти И не увидеть море, чьи вершины. Стрёмная тёлка с каждым ляжет За цветок из клумбы и баночку пива. Поклонимся цветам Посреди городских площадей И сожмём в онемевших руках Эти банки, бутылки, обрывки, Эти игрушечные автоматы. Вспомним, как наши ребята Высаживались на эту береговую линию, Неприступную, превращённую в укрепрайон, Как бросались на пулемётные гнёзда. Новая волна, луна, луна, Новая волна, луна, луна. И море, чьи немые вершины, И линия Маннергейма, И белые платья, И тесная клетка сердца, И пулемётные гнёзда, И чьи вершины, И не протянуть руки, И люди в тёмные времена, И девушки в столице, И банальность зла, И стрёмные тёлки, И ситуации человека, И край не тесен, И птенцы из гнезда, И бывают опасны, И бесконечное море, И тёмные стрелки по периметру, И наступающие войска, И невиданное разрушение нашего мира, И море позитива, И стрёмные тёлки. Какие прекрасные, Какие стрёмные тёлки. Называется русская реги девяностых. Они играют на своих барабанах, Так они играют на своих барабанах, Что даже Раст Тафарем МакКонан Поднимается из дурацкого склепа В церкви Святой Троицы И пускается в пляс По широкой Одиссабебе. Так они играют на своих барабанах, Что все малолетние фанаты дабстепа Открывают рты и хлопают в такт. И говорят, славься, Раст Тафарем МакКонан, Вылезший из дурацкого склепа, Посмотреть на ржавые наши фиаты, Поприветствовать участников коалиции. Славься, говорят, Раст Тафарем МакКонан, Славься, дурак, император, Славься, король, лжемессия, Так мы танцуем, что и Муаммар Каддафи Поднимается из могилы Праздновать победу над итальянцами. Муссолини дрыгает сапогами в небе, Еретики играют на барабанах. И так они играют на своих барабанах, Что мертвые воскресают от радости, Что храм Святой Троицы В Адиссабебе снимается с места, И, переместившись на север, Пляшет на ровном танцполе долины Адуа, Становясь, разрушаясь, опадая, рыдая, Как в документальной, Как в замедленной съемке. И туристы редкие в этих краях, И малолетние фанаты Дабстепа, И мертвые нет, Постаревшие питерские растаманы с 70-х, И нестареющие калифорнийские растаманы с 60-х, Все они проснулись и встали, покачиваясь Над долиной Адуа, И стоят еле слышно. Мертвые стоят и воскресшие, И невоскресшие, Изумленные стоят без зуборозинов, А дети играют на своих барабанах, Так эти русские мальчики играют на своих барабанах, Так эти русские девочки выпивают Свою неграмотное джаростафарай, Что все мертвые оживают по правде, Что Растафари МакКонан, Лжемессия, дурак-император, Который должен был воскресить человечество, Но не смог, Воскресает сам от их пения, И пускается в пляс, По-широкому, По-вечно голодному, По-грязному, По-лежащему в развалинах, По-бесконечно прекрасному, По-только-что сожженному, По-только-что созданному, Начисто миру. И вот, значит, один текст из тех, На которых шла речь. Опыта наивного перевода, да? Я была пятерымя, а он шестью. Мы скакали на палочных лошадях. Он носил черным, я белым. Он всегда выигрывал битву. Бах-бах! Он застрелил меня вниз. Бах-бах! Я ударила землю в лицо. Бах-бах! Я зажмурилась и зажала уши. Бах-бах! Мой ребенок меня убил. До самого дна. Времена года пришли, все сменяли. Я, когда выросла, назвала его мой. А он бы всегда смеялся и говорил, Помнишь, как мы привыкли играть? Бах-бах! Я застрелил тебя вниз. Бах-бах! Ты ударила землю в лицо. Бах-бах! Ты зажмурилась и зажала уши. Бах-бах! Я тебя привык убивать. До самого дна. Музыка играла, и люди пели. Колокольчики для меня только звенели. А теперь он куда-то умер, не знаю почему. И до всего этого дня я плачу какое-то время. Он даже не сказал до свидания. Не полежал со мной. Ничего. Бах-бах! Он застрелил меня вниз. Бах-бах! Я ударила землю в лицо. Бах-бах! Я зажмурилась и зажала уши. Бах-бах! Мой ребенок меня убил. Вниз. Ужасно. До самого дна. Получается, что поэзия перерабатывает материал, который ей достается, так довольно безжалостно, перемалывая его на свой лад. Бывает. Бах-бах! 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 Бах-бах!